Всем привет, дорогие друзья! С вами команда DTOL, и мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым! Ребята, всем привет! Срочно поставьте лайк и досмотрите это видео до конца, потому что в этом видосике будет ваш состав. Играем за составы наших подписчиков. Да, ребята, и конечно же мы играем на нашем топовом аккаунте сотового уровня с полной прокаченной подпиской Додзе, а также на этом аккаунте есть все персонажи, а не все сотового уровня, платиновые и полностью прокаченные. Ребята, кто хочет себе такой же аккаунт, сотовый уровень, кучу баксов, фантагенов, любого персонажа, есть ссылочка в описании на нашего подписчика. Пишите ему, он вам поможет прокачать аккаунт, а если скажете, что от команды DTOL вам еще и бонус будет. Количество бонусов, естественно, ограничено, так что успейте их заполучить, пишите ему и наслаждайтесь игрой так же, как и команда DTOL. А мы погнали в турнирную арену. Лига мастеров команды DTOL, как всегда, на первом месте, и сейчас мы возьмем первый состав от нашего подписчика. Кто же этот счастливчик? Так, а это у нас Тимиров злой. Тимиров тебе лайк и сердечко от команды DTOL. Ребята, заметьте, у кого лайк и сердечко есть, вы попали в видосик, ищите, ищите ваш состав видео. И у нас, так, привет, команда DTOL. Ну, у меня загадка, отлично, я все сделал, заметьте, пожалуйста, заметили, заметили, конечно же. Так, самый агрессивный из черепах, глава клана FUT и 5 зайцев, отлично, шикарная загадка. Труто, круто. Ребята, пишите ваши загадочки. Так, подожди, а первый, кто был самый агрессивный? Ну, Рафи, наверное, агрессивный из черепаха, самый агрессивный. А, самый агрессивный из черепаха, ну да, конечно, это Раф, конечно же. Вот он, кстати, Грэдер, да, получается, и... 5 зайцев где-то, а, вот, они все вообще рядом, прикинь, подряд. Четко, очень хорошо. Ребята, поехали в бой, не забывайте, что в видосик попасть, нужно обязательно поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях, поставить, конечно же, лайк и написать 3 персонажа в столбик в комментариях, а лучше 3 загадки, а мы будем их разгадывать уже в следующем видео. Так, смотри, у нас здесь первый, кому достанется, это будет Голубит, ну-ка, давай-ка ему хорошенько зарядим, прям, бам, полет шмеля. Да, вот так вот на 5600, очень неплохо, а кролики добьют. Хорош, 3000, так, ну что, можем, кстати, либо провокацию, либо атаку поднять, я даже не знаю, что лучше из этого. Давай, давай провокацию, какая у нас, вторая, да? Третья, третий, 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 это, троится, атаку подняли, сейчас все будут, а, вот, атаку подняли. Третью надо было, да, активировать, к сожалению, промазал немножечко, вот, и иммунитет у них у наших противников. Согласен, так, ну что же, Донни теперь атакует, и смотри, бейсбольный мяч прилетает в кроликов, Рокс, ади здесь. Да, Рокс, углирует оружие. Подбирает пушку, и полторы тысячи там, а, кстати говоря, нехило, ну что, по Донни зарядим? Давай, давай, попробуем, Донни, хорошую атаку, сейчас используют Т-3600, и двойная атака от кроликов. Да, давай, давай, двойную атаку, раз, а тут двойной атаки не надо, очень мощные у нас кролики, конечно же, на повышенной атаке контратака просто бешеный, давай сагрим еще, вот это будет круто. Да, это будет просто имба на самом деле, то есть у нас и провокация, и атака повышена, и защита, и крит повышен. Еще и крит, ничего себе, вот это Раф у нас заряженный на победу, просто пушка, монстр. Смотрите, добьет. Да, ну конечно же, такая мощная атака, ее не выдержать. Ну что, давайте попробуем Рокс, кстати, добить, сможешь Реддер? Бипа, 4400, и кролики, кролики добьют его. Да, слушай, очень, очень бодренько мы сегодня так играем, массовая атака летит. Ну-ка, и на контратаке сейчас Раф, ну конечно, с одной атакой не вынесет, но тем не менее, 7-8 тысяч, да, это круто. Очень мощно, ну и давай мощняцкой атакой просто зарядим под конец, чтобы тут еще 8 тысяч дамага прилетело. 9300, ого! Вот это да, ребята, вот что значит повышенная атака и крутой состав. Да, шикарно, спасибо большое Тимирову, а мы дальше отправляемся, ищем, кто у нас тут счастливчик, а это Елена Лебедева. Лена, тебе лайк и сердечко. А у нас, так, все, Лена выполнила, подписалась, поделилась, а сделай команду из Шреддера, Сплинтера и Рафа. Видение, ух ты, круто. Шреддер, Сплинтер и Рафа, видение, вот это да. Так, у нас здесь все наши любимые. Практически все те же самые, да, только у нас меняется Сенсей на Усаге, да, и Рафа у нас, получается, изведение. Нет, тут, получается, а Сенсей сейчас не было, да? Шреддер еще. Да, Шреддер. Я говорю, у меня Сенсей на Усаге был. Да, 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 да. Ну что, давайте, поехали, ребята, в бой, да, погнали. Да, летс гоу. Ребята, не забывайте, что в видосик попасть, нужно обязательно поделиться, прям кнопочка под видео есть, поделиться, жмакайте ее и делитесь этим видосиком со своими друзьями в соцсетях. Конечно же, лайк ставьте и пишите три персонажа в столбе в комментариях, а лучше три загадочки, мы будем их разгадывать в следующем видео уже, потому что вы попадете в видосик. Все, изи. Так, ну что же, с кого начинаем? Мне кажется, надо с Донни начинать. А, нет, подожди, у нас, конечно, розовый друг есть. А это майки у нас, нет? Нет, это, мне кажется, раф вообще. Да, очень непонятно видно, ну давайте попробуем мощную атаку палец шмеля, как раз по пушистому другу, который любит у нас лечить своих друзей, а нам это невыгодно. А, майки все-таки, это был майки. Это майки, да, все-таки был? Да, представляешь, и он мог повесить уклонение, но не повесил, или это классический, я что-то вообще здесь не вижу никого. Так, двойную атаку, наверное, активируем, да? Да, двойную атаку, атаку, мощную, бодрую, вот такой, 3900, и смотри, что он дебаф снимает. Да, зачем, интересно. А, вот просто так решил взять и снять дебаф, и почему бы и нет? Как говорится, о, дорогой, ты тут смотри, как мощно, раф имеешь в плане запаса здоровья, и еще и защиту вешает Донателло. А еще и атаку повышает, все-таки это майки классический, танцор диско. Да, кстати говоря, ну слушай, там в темноте вообще ничего не видно. Еще раз атакую? Белая, белая, очень быстрый, наш майки. Очень быстрый, как он так смог-то еще разочек, прям подряд, два раза, это очень сильно, но я думаю, Шреддер все-таки добьет Лео, отлично. Ну, данная атака говорит о себе и прям четенько добивает его. Так, давайте двойную атаку теперь по Доне. Хорошо. И раф теперь тоже двойную атаку, ну-ка, раз и два. Не добивает, да? Ах, чуть-чуть осталось прям совсем жалко, обидно, но ничего страшного. Защита повышенная не дала ему добить, но Шреддер все-таки исправит этот косяк, и 2 900 достаточно, чтобы его отправить в лобби. Да, ребята, давайте два раза еще атакуем здесь нашего здорового Свинтуса, и дважды еще Рафи атакует. Очень хорошо, и добьет, нет? Давай посмотрим. Чуть-чуть. Чуть-чуть, прям капелюшечку осталось, там, наверное, две тысячи или полторы. Да, зря, конечно, Майки тут на Сплинтера нарвался. Угу, контратаку получил, ой, и Свинзор. Ух ты, хорош, да, оказалось, 1300 достаточно было, и массовая атака, кланфутовцы идут в бой. Да, летят, ребята, 3000, и торнадо еще непобедимое, и мы отправим, вот так. Так, 6185, отлично, ребята, идеальная победа. Шикарным, так, и следующий счастливчик, а это счастливица у нас, это Дарья Еремеева. Вы классный канал, спасибо большое, Даша. Даша все сделала у нас. Лайк и сердечко, конечно же, ставим. И у нас здесь Карай, кролики и Майки, и видения. Так, давай брать их. Так, а Майки видения. Вот Карай, кстати говоря. Ой, Карай пропустил, да. Так, Майки из видения, наш... Вот он. Вот он, он, лесной друг. И... И кролики, мы их сегодня уже брали. Ой, все залетают сюда случайными с кликами, прям, ребята, ну как так-то, а? Сейчас сделаем. Все, погнали. Ребят, не забывайте, что нужно поделиться, лайк поставить, и, конечно же, написать три персонажа в столбик в комментариях, либо три загадочки. Так, смотри, кто у нас здесь есть, и с кого мы начнем, я даже не знаю. Мы, наверное, по Рокстеди будем атаковать, почему нет? Да, я думаю, что с него и начнем. Здесь вроде бы хилеров нету, таких прям опасных ребят, типа Рокстеди, вот как раз и Рафа больше нету. Давай-ка. Да, и постепенно урон, мне кажется, Рокстеди будет потихоньку атаковать, но еще колесо, конечно же. Да, но у него санкций нет. Смотри, как он уронит. Ух ты, гляньте, 9700, вот это атака. Да, это кролики наши маленькие, злобные и, конечно же, очень мощные. Так, Майки тоже неплохо показал. И смотри, в нас мешочки летят, а у нас нет ни у кого контратаки, очень жаль. Да, жалко, контратака как раз была бы, кстати, ребята. Так, уголком еще у нас бросает, и Раф атакует, 958 уронов, слабенько, конечно. Все атакуют кроликов, ты смотри, что творят-то, а? Ну-ка, обычная атака, 1800, и обычная атака кроликов, я думаю, они съедят его, да, съели. Отлично, отлично, и Майки теперь может атаковать, и давай бим его, да? Ну да, потому что здесь у нас контратака, здесь броня. Да, и к сырю, он постоянно тебе вешает броню Донателло, это его пассивочка. Да, хорошая пассивочка. Ого, ничего себе, вот этот дамаг сейчас прошел, очень мощно, давай по нему плюнем нашим дымом. Ух, у нас меткость понижена, может промахнуться, но нет, 4300, очень удачно. Слушай, у нас двойная атака, можно будет ее потом использовать и против Донателло как раз, эффективно. Ну что, по лесному тогда ударим? Ну давай, да, Саня, у нас стоит, в принципе, повышенное уклонение, может он промахнется. Да, промахнулся, но меткость понизил. Меткость понизил, ой, дебаф снимает, смотри, что творит. Ну у них и не было дебафов никаких. Да, это его любимая пассивочка. Так, давайте, что мы сделаем, просто атакуем, крит повысили. Ой, все, ему кранты. Ему кранты, 100%, и все равно мы попадаем и против брони, еще и бельчанно броняем. А, я не увидел, что броня. Чуть-чуть, ребята, немножко залагало, не ту кнопку нажали, но ничего страшного, бьем. Да, мы в любом случае его добьем. А он опять броню вешает, да что ж ты за такой? А вот, как раз попадаем в этот момент. Да, и двойную атаку используем своевременно. Так, еще одна атака. Сейчас бельчата пригодились как раз, но ничего страшного. Да, вот, никак не можем добить, и уже второй раз наши кролики, даже кроу-бота пришлось снаряжать и отправлять в бой. Да, мощную атаку, ребята, используем, и, конечно же, побеждаем. Не забывайте лайки ставить, подписываться, делиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. С вами была команда DTOL, до новых встреч в новых видео. Пока. Пока.